На семейном канале появился новый салат. Кому интересно, ссылка будет в описании. А у нас сейчас будет новая экономическая задача на оптимизацию. Стоимость эксплуатации катера, плывущего со скоростью V км в час, составляет 90 плюс 0,4 V в квадрате рублей в час. С какой скоростью должен плыть катер, чтобы стоимость одного километра пути была наименьшей? По условию стоимость эксплуатации катера зависит от скорости этого катера и от времени его эксплуатации. Давайте обозначим эту стоимость эксплуатации некоторой функцией F, которая зависит от скорости катера и от времени эксплуатации. То есть нужно стоимость эксплуатации катера в час, 90 плюс 0,4 V в квадрате, умножить на время, в течение которого этот катер эксплуатирует. Нас интересует по условию задачи стоимость одного километра пути. А это значит нам необходимо найти время, которое катер затратит на прохождение одного километра пути. Первую скобку пока перепишем. А время можно будет найти по формуле S разделить на V, где S как раз будет равно одному километру. То есть вместо T мы можем записать единицу деленную на V. То есть в результате мы получили функцию, которая зависит только от одной переменной, от скорости V. Таким образом стоимость одного километра пути f от V будет равно. Сразу раскрываем скобки и окончательно получаем 90 разделить на V плюс 0,4 умножить на V. И теперь нам необходимо найти наименьшее значение этой функции при условии, что скорость катера V больше нуля. Если скорость будет равна нулю, то у нас катер не сможет пройти один километр пути. Находим производную f' от V. Производная суммы равна сумме производных. Производная от первого слагаемого будет равна минус 90 разделить на V в квадрате. Производная второго слагаемого равна 0,4. Заметим, что производная имеет смысл при всех V больше нуля. А это значит нам необходимо найти только те точки, в которых производная равна нулю. Для того, чтобы в дальнейшем можно было найти наименьшее значение этой функции. То есть приравниваем производную к нулю. Тогда минус 90 разделить на V в квадрате плюс 0,4 равно нулю. Откуда 90 разделить на V в квадрате равно 0,4? Выражаем V в квадрате. Получаем 90 разделить на 0,4. Умножаем числитель и знаменатель на 10. Получаем 900 разделить на 4. Извлекаем квадратный корень. Учитывая, что скорость положительна, берем квадратный корень из правой части со знаком плюс. Получаем 30 разделить на 2. То есть V равно 15. Найдем знак производной нашей функции слева и справа от этой точки. Например, для того, чтобы исследовать знак производной слева, можно вместо V подставить единицу. Подставляем единицу, получаем минус 90 плюс 0,4. То есть производная отрицательная. А это значит функция убывает. Справа от числа 15. Можно взять, например, 100. 100 в квадрате 10 тысяч. То есть получается число по модулю меньше, чем 0,4. А это значит производная будет строго больше нуля. То есть функция будет возрастать. Таким образом, V равная 15 это точка минимума. А это значит, что наша функция принимает в этой точке наименьшее значение. И в ответ нам как раз и нужно будет записать значение вот этой скорости. В которой стоимость одного километра пути будет наименьшей. Пишем ответ. 15 километров в час. Задача решена. Кому решение понятно, ставьте лайк и не забудьте зайти в гости на наш семейный канал.